Всем привет! Надеюсь, что у вас сегодня хорошее настроение, потому что мы начинаем седьмой день нашего марафона Упрости жизнь за 30 дней. Если вы не знаете, что это за марафон такой, то здесь вверху, а также ниже в описании я оставлю ссылку на мое первое вступительное видео, в котором я все подробнейшим образом объясняю. Обязательно переходите, смотрите, это будет очень полезно, если вы новенький. А если же нет, то сегодня мы будем расчищать нашу канцелярию. В особенности сегодняшний день может стать очень полезным для тех, кто еще учится в школе, либо в университете потому что я вспоминаю себя в те времена, и у меня было просто нереальное количество различных канцелярских предметов начиная от ручек, линеек, транспортиров и заканчивая различными маркерами, стикерами и просто всем тем, что только можно найти в канцелярском магазине сейчас благодаря тому, что универ уже благополучно закончен и также благодаря переезду все уже значительно проще но начинаем мы, как обычно, доставая все наши канцелярские принадлежности из всех уголков нашей квартиры и раскладываем перед собой и я размещу на экране список всей возможной канцелярии, которая только может найтись в доме она обычно прячется во всех уголках нашего дома, начиная от кухни, гостиной, заканчивая даже иногда ванной чуть-чуть в письменном столе, чуть-чуть в сумке, чуть-чуть в косметичке и получается, в общем-то, совсем не маленькая гора различных канцелярских предметов, о которых мы могли даже не подозревать это, в принципе, все то, что у нас есть и я стараюсь хранить все свои ручки и карандаши только в этом пенале и, по сути, сейчас вот только пройдусь по вот этому стаканчику с ручками потому что кто-то мне подсказывает, что не все в нем пишет уже что-то старое, что-то засохло, и надо его тоже прорядить ну, если честно, сколько себя помню, у нас дома постоянно было огромное количество ручек были такие большие стаканы, либо коробки, либо даже шуфлятки в которые скидывались все линейки, карандаши, ручки и так далее учитывая, что у меня мама учитель, и мы с братом ходили в школу этих предметов было просто огромное количество по 10 пеналов, которые вроде были в неплохом состоянии но при этом каждый год покупались новые, и те тоже не выбрасывались в общем, если у вас такие же залежи, то я советую реально очень-очень-очень тщательно подойти к сортировке и, например, я оставила только вот этот пенал из всех, которые у меня были в школьное время и на самом деле это вторая его версия просто когда я училась в 10 или 11 классе, у меня был точно такой же пенал с таким же рисунком и он оказался самым простым, самым удобным в него помещалось все необходимое и после того, как он у меня полностью порвался и износился я даже не стала покупать себе новый пенал, когда шла из 10 класса в 11 я очень расстроилась, и когда я увидела такой же пенал, я его купила и вот он мне уже 4 года служит, катается со мной качует из сумки в сумку и ничего более надежного, простого и удобного я пока не нашла и, в общем-то, о чем это я пройдитесь хорошенько по своим канцелярским принадлежностям, ручкам, транспортиры, линейки и так далее если вы уже ни в школе, ни в университете не занимаетесь никакими чертежами и работа ваша с этим не связана, они вам не нужны отдайте лучше школьникам, племянницам, братьям, сестрам, которым они действительно пригодятся не храните, потому что это такая категория, которая потихоньку начинает притягивать к себе еще одну ручку, еще один карандашик, еще одну линейку в итоге мы получаем огромный ящик, который доверху наполнен всеми канцелярскими принадлежностями которыми никогда не пользуются и который внушает даже, наверное, какой-то ужас когда подумаешь о том, что это все нужно перебрать и от чего-то избавиться поэтому очень важно собрать все до последней ручки, карандаша и даже кнопочки и во втором шаге мы будем избавляться от ненужного посредством следующих ключевых вопросов первое, в хорошем ли состоянии данная вещь второе, нравится ли мне этим пользоваться например, ручки и карандаши, которые пишут, но вам они не нравятся, неудобно писать мне кажется, у каждого есть свое предпочтение касательно предметов, которыми мы пишем так вот, если они вам не нравятся, либо неудобны, скорее всего, лучше от них избавиться потому что вы ими все равно не пользуетесь соответственно, смысл их хранить пропадает третий вопрос, это есть ли у меня еще один такой же предмет, которым я не пользуюсь здесь сразу срезаются вторые ластики, вторые точилки, вторые линейки, вторые транспортиры и, в общем-то, все те предметы, которых в одном экземпляре дома более чем достаточно что по итогу, у меня остались стикеры одна стерка, один клей, один скотч там есть одна точилка и ручки с карандашами часть из них будет в моем пенале, который я ношу с собой и часть из них в этом ведерке, если вдруг что-то здесь перестает функционировать ручка отсюда перемещается в этот пенал выбросить удалось немного, три ручки, которые не пишут, вторая стерка это я расписывала ручки и упаковку от стикеров если честно, у меня так чесались руки, все это дело пересортировать но вся эта сортировка, она пришла где-то, наверное, в июне когда мы переезжали, и вот тогда я реально много чего выбросила а сейчас какие-то крохи собираю и после нашей тщательной ревизии нужно отдать, продать, либо выбросить если честно, я не думаю, что реально продать если, конечно, это не какой-то супердорогой калькулятор или что-то наподобие того, потому что я знаю, что есть такие в основном, либо отдать кому-то из своих младших сестер, братьев, племянников, школьников которые будут этим пользоваться и которым это пригодится больше, чем вам либо выбросить все то, что не пишет, сломалось, в плохом состоянии, либо очень старое и также вернуть все то, что мы оставили на место и желательно определить для всей канцелярии какое-то одно место одну полку или одно ведерко чтобы данная категория всегда оставалась у вас под контролем и как обычно настает шаг, где мы можем похвалить себя за нашу твердость за мужество, за то, что мы дошли уже так далеко в нашем марафоне я безумно вами горжусь и очень рада, что вы ко мне присоединились я очень надеюсь, что мои видео для вас полезны обязательно ставьте лайки, пишите комментарии ведь абсолютно любая ваша активность помогает большему количеству людей заметить данные видео и присоединиться к нашему марафону спасибо всем огромное, кто это уже делает я вам безмерно благодарна и мы увидимся с вами завтра пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok